Украина рассчитывает получить новый транш кредита от Международного валютного фонда уже до конца этого года. Об этом в Вашингтоне сообщил журналистом министр финансов нашей страны Александр Данилюк по итогам визита в США. О чем договорились, выяснил мой коллега Дмитрий Анопченко. За эти дни в Вашингтоне украинская делегация провела больше ста встреч, а сам министр финансов порядка 50, практически личный рекорд установил. Осенний саммит МВФ. Возможность неформально переговорить со многими из тех, с кем официальные переговоры можно месяцами согласовывать. Тут и еврокомиссар по торговле, и министр финансов Германии, и у всех них тоже были и переговоры по Украине. А основная встреча с руководством МВФ прошла накануне. И по ее итогам украинский министр сегодня заявляет, очередной транш кредита страна сможет получить уже в ближайшие месяцы. Мы сейчас не в той ситуации, когда месяц, два, три, что-то меняем. Мы достаточно долго работали на том, чтобы усиливать нашу экономику, чтобы сейчас рассчитывать дни, месяцы. Не в этом вопрос. В вопрос в том, что сейчас нам важно принять закон о приватизации, нам важно найти справедливую формулу на газ. А когда мы все сделаем, то вопрос о траншу уже техническое вопрос. Но эти вопросы важны в первую очередь для нас, для влады в Украине. Одно из ключевых условий для этого – цена на газ для украинцев. А точнее формула, по которой ее должны рассчитывать. В делегации сказали, общее понимание с МВФ сейчас есть, но механизм пока не готов. Его еще предстоит дорабатывать и согласовывать. А значит, и какой будет цена, пока сказать нельзя. А вот все сообщения в прессе о том, что если, дескать, Украина с фондом тут, в Вашингтоне не договорятся, то страна может в принципе отказаться от сотрудничества с МВФ. А об этом со ссылкой на источники в Киеве агентство Reuters написало. Министр опровергает и весьма эмоционально. Стосовно деяких джерел, перемовини з МВФ веде министр фінансов. Наближених людей до цих переговорів, яких могли б так прокоментувати, я не знаю. Не знаю. Тому у нас джерел може бути багато. В принципе 42, 43, 44 млн. Я відповідаю за ці перемовини. І ми працюємо на те, щоб ми продовжували нашу співпрацю з МВФ, тому що це є незвичайно важливо. Так що в ближайший місяць в Києві тепер стоит ждать миссію Международного валютного фонда. Якщо її устроят показатели бюджета 2018, а приємливую для Києва газовую формулу к этому моменту тоже сформулирують, то Совет директорів може розсмотреть український вопрос еще в декабре. При этом фонди собєтують, времени мало. Щоб вложиться в сроки, нужно поторопиться. Из Вашингтона Дмитрий Анупченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканала «Интер».